Антивирусный пропускной режим в разных формах вводился более чем в 30 российских регионах. Цифровые разрешения для пользования личным или общественным транспортом уже отменены. Например, в Московской области, в Краснодарском крае и Татарстане. Но продолжают действовать еще примерно в 20 регионах, включая и Москву. Столичная система оказалась самой продвинутой, ведь пропуска проверяют не только полицейские, но и дорожные камеры в автоматическом режиме. Кроме того, в помощь сотрудникам ГИБДД создали приложение «Карантин». Инспекторы через планшет подключаются к дорожным камерам и наблюдают за потоком. Пойманным без пропуска водителям выносят предупреждение. Однако для многих все равно остается непонятным, а зачем вообще нужны разрешения на собственные автомобили. Вот на этот вопрос я пока ответа не вижу. Я сижу в машине, я что, кого-то заражаю? Если я приехал на машине в магазин, что я приехал на машине в супермаркет в своем районе, что я приехал на другой конец города, вот эпидемиологические последствия абсолютно равнозначны. На самом деле уже всеми признано, и эпидемиологами, и врачами, что автомобиль, личный автомобиль – это самый безопасный способ передвижения. То есть наоборот, надо было закрывать метро, причем это надо было делать гораздо раньше, надо было закрывать наземный общественный транспорт и как бы пересаживать людей на автомобиле. Если у человека нет водительского удостоверения, например, то он мог бы пользоваться тем же самым такси. Спрос на услуги таксомоторных служб обрушился на 60%, а в некоторых городах – на 80%. Худшей ситуацией оказался разве что каршеринг. Напомним, что компаниям, предлагающим краткосрочную аренду машин, власти запретили работать еще в апреле. Вообще каршеринг, наверное, не стоило закрывать по одной простой причине. Дело в том, что многие люди с удовольствием бы арендовали каршеринг на длительный срок, то есть, например, на неделю, на месяц, может быть, и ездили бы на этих автомобилях, точно так же никому не угрожая. Основная проблема с каршерингом была в том, что дезинфицировать салон этих автомобилей после окончания аренды абсолютно невозможно физически. Впрочем, дополнительные хлопоты, связанные с оформлением пропусков и ограничением свободы передвижений – не единственная причина недовольства граждан. Штрафы, которые выписываются в Москве и Подмосковье за нарушение пропускного режима камерами фото-видео с фиксацией, не вполне законны. Если хотят контролировать, да, камеры можно выкидывать. Можно определять, есть этот пропуск или нет, и, соответственно, выбор за проверку, с чьей уровень сотрудника КПДД, можно осуществлять. Но когда собственника привлекает, он, собственно, не управляет этим транспортом, это нарушение презумпции невиновности. Презумпция невиновности не распространяется лишь на 12-ю автомобильную главу Федерального административного кодекса. Именно благодаря этому исключению работает система дорожных камер, ведь штрафы рассылаются собственникам автомобилей. А вот за несоблюдение пропускного режима штрафовать автоматически с помощью дорожных камер административный кодекс не позволяет. Он предусматривает возможность фиксации с помощью автоматических средств тех нарушений, которые предусмотрены главой 12 КАП, то есть нарушения в области правил дорожного движения. Мы же сейчас рассматриваем нарушения в области санитарно-эпидемиологических правил в режиме повышенной готовности, это главы 6 и 20 КАП. Поэтому автоматическое, так сказать, выписывание штрафов с помощью камер фиксации не предусмотрено именно для этих составов административных правонарушений. В апрельском обзоре практики Верховный суд постановил, что штрафовать граждан можно, однако не по региональному, а по Федеральному кодексу, который подразумевает наказание в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Притом, если Верховный суд говорит о том, что да, в условиях повышенной готовности нарушение всех тех ограничительных мер, которые принимаются на региональном и федеральном уровне, караются по стартинному кодексу, и для этого есть статья в Федеральном кодексе федеральном, есть полномочия с длиткой, соответственно, на это и нужно ориентироваться. Соответственно, эта статья и должна применяться. К тому же, перед введением новых штрафов, комплексы фото-видеофиксации должны были быть заново сертифицированы. Но поскольку процесс требует времени и вложений, это требование было проигнорировано. Кроме того, что это должно быть по статьям, которые прописаны в федеральном КОАПе, которому не соответствует вот это нововведение московских властей, еще это должно быть прописано в документах на прибор, то есть в паспорте прибора, в сертификате соответствия и в метрологических свидетельствах о поверке, то есть что он соответствует тому, что он показывает. Московская автодорожная инспекция не раскрывает статистику, сколько штрафов выписали камеры за нарушение пропускного режима. Это могут быть и единичные случаи, и сотни тысяч. Однако юристы видят возможности для обжалования. К тому же речь идет об изрядных суммах. Напомним, что в Москве наказание составляет 5000 рублей, и количество штрафов, выписанных за один день, никак не ограничивается. Первая ситуация, если штраф был выписан в автоматическом порядке, без судебного решения, в первую очередь нужно ссылаться на несоблюдение процедуры. Если же процедура судебная, то здесь можно обжаловать и нужно обжаловать, естественно, только в том случае, когда штраф был выписан действительно необоснованно, то есть вы действовали в соответствии с разрешениями, они, например, не имели возможность получить пропуск по причине отсутствия сведений на сайте, либо каких-то недоработок системы. Мы знаем о том, что на протяжении этих недель неоднократно бывали случаи, когда лица получали пропуск после этого, он у них по каким-то техническим причинам аннулировался. Пропускной режим в Москве продлен до 14 июня. Отныне жителям позволены прогулки, однако на любые передвижения с помощью личного или общественного транспорта все еще нужно разрешение. Рабочие и служебные пропуска продляются автоматически. Обычные, как и прежде, можно оформить через сайт mos.ru, единую справочную службу или посредством смс-сообщения.